Здравствуйте, меня зовут Бадалян Давид, и я расскажу о результатах нашей реализации бенчмарка TPC-H по версии BD Apache Ignite, VaultDB и Postgres SQL. План будет следующим. Сначала мы поговорим о предпосылках данной работы, далее о том, что такое Apache Ignite и VaultDB, коротко, еще раз. Далее, исходя из этого, сформулируем цель работы, далее о том, что такое бенчмарк TPC-H, как с помощью него проводилось тестирование, и перейдем к результатам. Сегодня большинству приложений приходится обрабатывать большие объемы данных, и чаще всего в течение жизни приложения эти данные растут, объемы растут, в связи с чем разработчики вынуждены задумываться о увеличении производительности систем, в частности, с помощью их масштабирования. Масштабирование в общем случае может быть вертикальным или горизонтальным, и если рассматривать эти два способа масштабирования, то вертикально масштабироваться, конечно же, дороже. А традиционно используемые реляционные СУБД предоставляют только такой способ масштабирования. В качестве альтернативы данным системам в данной работе рассматриваются распределенные in-memory СУБД, Apache Ignite и WallDB, которые кроме горизонтального масштабирования также хранят все данные в оперативной памяти, что ускоряет скорость доступа к ним. Перспективность этому направлению также придает то, что в последнее время наблюдается относительное снижение цен на оперативную память. Apache Ignite – это распределенная in-memory СУБД, являющаяся платформой для обработки и каширования данных, в целом предназначена для работы с большими объемами данных, распределенных на большом количестве вычислительных узлов. Данные хранятся в формате ключ-значения, и несмотря на это разработчики заявляют полное соответствие требованиям ACID и стандарту SQL-99. WallDB – это реляционно распределенная in-memory СУБД, относящаяся к классу NewSQL-систем. Предшественником WallDB является проект HStore, одним из разработчиков которой, как и самой WallDB, является Майкл Стоунбрейген. WallDB также заявляет под полное соответствие требованиям ACID. Исходя из всего этого, целью данной работы было исследование СУБД Apache Ignite и WallDB с точки зрения реляционных операций при помощи нагрузки, имитируемой бенчмарком TPC-H, при условии использования данных систем как хранилища. СУБД сравнивались как с друг другом, так и с результатами запусков аналогичных тестов поверх позрис SQL. Также важным замечанием является то, что в данной работе исследовалась корректность результатов запроса бенчмарка в распределенном режиме работы и изменение производительности систем при их масштабировании. Бенчмарк TPC-H – это бенчмарк, который довольно часто используется при тестировании такого рода систем. Состоит из множества бизнес-ориентированных запросов, нагрузка, имитируемая ими, довольно близка к тому, с чем СУБД в реальности имеет дело. К конфигурации тестирования. Тестирование проводилось поверх кластеров объемом в 1, 2, 4 и 8 вычислительных узлов. Каждый узел содержал 92 гигабайта оперативной памяти. Остальные конфигурации узлов сейчас на экране. Датасеты были взяты в 1, 10, 50 и 100 гигабайт. Также важным замечанием является то, что в данной работе не рассматривалась репликация данных. И о том, что было реализовано. Изначально сам бенчмарк TPC-H содержит 8 таблиц, 22 вида SQL-запросов, селед-запросов и 2 обновляющие функции. Ну и, соответственно, содержит генератор данных и запросов. В нашей реализации нагрузки TPC-H мы использовали одни и те же датасеты для всех объемов. То есть с помощью генератора были один раз генерированы объемы в 1, 10, 50 и 100 гигабайт. И они же использовались в течение всего тестирования. Сделано это было по причине того, что если взять датасеты одного и того же объема, разные версии и запустить поверх них одни и те же запросы, то получаются примерно одинаковые результаты, довольно близкие. Мы использовали дефолтные варианты всех запросов и мы не использовали обновляющие функции. Связано это с тем, что они запускались не параллельно с селед-запросами для проверки тех же требований ACID, а последовательно для просмотра изменения производительности после обновления базы. В данной работе нас это не интересует. По итогу были реализованы набор скриптов, которые создавали кластер, создавали там базу данных, наполняли ее данными TPC-H, запускали поверх всего этого запросы и замеряли время. Собственно, кластер. Также детали являются то, что, во-первых, кластер пересобирался после каждого запуска, и о том, как запускались запросы, они запускались последовательно, каждые три раза в качестве результата бралось среднее время выполнения. К результатам. Начнем с обнаруженных ошибок и ограничений. В случае Apache Ignite три запроса содержали неподдерживаемые в Apache Ignite операции. Тип данных, интервал, так же, как и SQL операции CreateType и CreateView не поддерживаются в Apache Ignite по результатам данного исследования. В распределенном режиме работы с UBD, то есть при запусках поверх кластера, состоящего из множественного числа узлов, два запроса завершились с ошибками следующего вида, они сейчас на экране, и восемь запросов завершились с некорректными результатами. Это особый вид запросов, они содержали под запрос в секции where, и по факту они работали относительно локальных данных каждого из узлов, впоследствии агрегируя все результаты. Это происходило, несмотря на настройку кластера Apache Ignite таким образом, чтобы препятствовать такому поведению запросов. Об этой проблеме упоминается в официальной документации Apache Ignite. В случае в Волдбе было обнаружено, что два запроса содержали операции, они поддерживаемые в Волдбе, тип данных чар, так же как и SQL операции, крейтайп и крейтвюв не поддерживаются в Волдбе, аналогично с Apache Ignite. И опять-таки в распределенном режиме работы 18 запросов из 22 не запустилось в принципе. Они завершились с ошибками двух видов, они сейчас на экране, отличаются они только тем, что какие-то запросы содержали под запросы, какие-то нет, но суть их примерно в одном и том же. Эти запросы содержат хотя бы один join и направлены к множественному числу таблиц, и для корректного своего выполнения им необходим доступ сразу ко всем данным кластера, что, как оказалось, не поддерживается в Волдбе. Далее к исследованию временных результатов. Начнем с того, как менялась производительность при масштабировании. В случае Apache Ignite наблюдалось поведение двух видов, либо производительность росла линейно с увеличением числа узлов кластера, либо были случаи, вот, к примеру, запрос Q3 и Q10, когда производительность при переходе с одного вычислительного узла на два уменьшилась, но потом при дальнейшем масштабировании увеличивалась. Связано это с тем, что как раз таки в Apache Ignite реализован режим, позволяющий запросу работать сразу со всеми данными кластера, и в случае каких-то запросов издержки, связанные с работой данного режима, оказывались больше, чем полученный прирост производительности за счет появления дополнительного вычислительного узла. В случае VaultDB наблюдалось прекращение увеличения производительности после определенного числа узлов кластера, несмотря на дальнейшее масштабирование. Далее о сравнении с UBD. Если сравнивать Apache Ignite и VaultDB, то в тех запросах, которые запустились и корректно отработали на обоих системах, мы обнаружили то, что VaultDB опережает Apache Ignite практически во всех запросах. Собственно, пример приведен. Запуск на 10 гигабайтах данных при одном вычислительном узле. Соответственно, при множественном числе вычислительных узлов там аналогичная ситуация. И сравнение с Postgres SQL. В случае Apache Ignite мы обнаружили то, что Apache Ignite смог догнать по производительности Postgres SQL только при кластере, состоящем из 8 вычислительных узлов, и только при работе с большими объемами данных. В случае VaultDB имеет смысл рассмотреть два вида, то есть либо когда VaultDB запускался на единственном вычислительном узле и на множественном количестве. В случае единственного вычислительного узла VaultDB был либо наравне, либо опережал Apache Ignite примерно в половине запросов, что можно видеть вот здесь и вот здесь. А в случае запуска в распределенном режиме, VaultDB в тех двух запросах, надо не забывать, что там запустилось только два запроса, в тех двух запросах также опережал Postgres SQL практически во всем. Точнее во всем. К итогам. Итоги можно разбить на две части. Давайте рассмотрим эти системы в распределенном и нераспределенном режимах работы. В нераспределенном режиме работы мы, во-первых, получили то, что VaultDB всегда быстрее Apache Ignite практически во всех запросах. И производительность по сравнению с Postgres SQL двух этих СУБД, в случае Apache Ignite всегда хуже при запусках на одном вычислительном узле. В случае VaultDB производительность в половине запросов примерно либо была равна, либо превосходила производительность Postgres SQL. И что самое важное, в данном режиме не было обнаружено никаких ошибок, то есть все ошибки, обнаруженные нами в данной работе, были только при распределенном режиме работы данных СУБД. И в распределенном режиме работы давайте поговорим о том, во-первых, как изменялась производительность, то есть в случае Apache Ignite наблюдался линейный рост производительности, в случае VaultDB он не наблюдался. О ошибках. В случае VaultDB запустилось только два запроса из 22, в случае Apache Ignite запустилось… ну то есть в случае Apache Ignite ошибок наблюдалось меньше, но с восьми запросами были проблемы с корректностью результатами, но опять-таки это особый вид SQL-запросов, и об этом упоминалось в официальной документации. И от сравнений СУБД, значит, VaultDB и PostgreSQL… VaultDB, если сравнивается с Apache Ignite, то VaultDB быстрее, чем Apache Ignite, и в распределенном режиме работы тоже соответственно. А при сравнении с PostgreSQL, в случае Apache Ignite мы наблюдали то, что чтобы сравняться с PostgreSQL, Apache Ignite необходимо 8 вычислительных узлов и большие объемы данных в базе. В случае VaultDB, в тех двух запросах, которые успешно запустились, мы наблюдали то, что VaultDB быстрее, чем PostgreSQL. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу. Спасибо за доклад. Пожалуйста, аплодисменты. У кого есть вопросы, поднимите руку. А поднимите руку, кто все понял? Ой, а живые есть? А вот, те же трое, да. Ну, видимо, первый вопрос снова мой. Не могли бы вы сформулировать какие-то рекомендации для потенциальных пользователей. Все-таки можно ли? В каких сценариях следует использовать NewSQL вместо традиционных? Ну, очевидно, есть сценарии, когда приложение разрабатывается с нуля. И вот в таком случае, если учесть то, какие проблемы есть у Google с UBT, и разработать приложение, что там были только какие-то запросы, с которыми нет проблем и так далее, то в этом плане эти UBT использовать можно. Если говорить о замене какого-то существующего решения, то на данный момент ответ нет, так как довольно много проблем было с корректностью результатов и вообще с запуском запросов в распределенном режиме, с помощью для чего эти с UBT и существуют. И также еще не исследовалась консистентность, то есть как они обеспечивают консистентность, пока неизвестно. Все-таки производительность на одном узле, даже на одном узле у новых UFN выше? Нет. В случае с WallDB он в половине запросов перегнал, в случае Apache Ignite вот она ниже. То есть если смотреть с точки зрения производительности, то в случае Apache Ignite ему потребовалось только 8 узлов, чтобы догнать возраст, который на одном узле. То есть вы имеете в виду WallDB? Я бы так сказал, я ничего из этого. Даже подрез. Ну, подрез можно. Очередной маркетинг пасгресса. Что ж такое? Где MySQL? Почему он не участвует в этом соревновании? Вот там настоящий кластер получился бы, а здесь вот. Что у вас за пасгрессовый кластер-то был? Обычный нано-чтение, да? Нет. Ну да. Да? То есть на запись вообще ничего не тестировали, да? Нет. То есть как раз вот та самая фишка, чтобы там вот множественная запись, да? Где как раз MySQL должен выигрывать, мы убираем и заставляем их просто тупо читать. На данном этапе исследования рассматривалось только чтение. А, это данный этап исследования. То есть только в самом конце исследования вы обнаружите, для чего MySQL нужен, да? Для массовой записи. Это интересный подход. То есть это можно использовать. Несколько лет этим заниматься, копать, мотать на ус. Отличная вещь. То есть как получить 6-10 статей, 12 выступлений докладов и в конце наконец-то открыть ящик Пандоры и откуда выполнят Капитан Очевидность. Замечательно. Вот. Так, может быть, еще у кого-то есть вопросы? По крайней мере, заметьте, докладчик, я хочу сказать хорошее, он наконец-то ввел какие-то графики. Они были разноцветные. То есть по сравнению с предыдущим докладчиком, который вводил бессмысленные маленькие таблицы с кучей-кучей-кучей маленьких цифр, которые еще после запятой шли и никто не мог понять, собственно, что лучше чего. То есть здесь хотя бы понятно, что, наверное, чем длиннее это, то чем он... Больше инфографики используйте. Вопросы? Устанемся? Только нет, да? Докладываю еще вопрос. Ну, у нас не хайлоут, слава богу, здесь не сколково, да? То есть можем позволить и такие вещи делать. Ну, я так понял, что практиков, на самом деле, здесь не обнаружилось, да? Там ни одного по подрасту, на самом деле, потому что если бы были, то я бы слышал бы двойные хлопки, там фейспалмы, вот это все, скрежетание когтями, зубной скрежет, но этого ничего не было. Или они все заснули после обеда. Обед был, наверное, огонь, да? Я бы не поел, но, видимо, многое потерял. Ну что ж, аплодисменты! Аплодисменты!